В эфире новости губернии. Здравствуйте! В студии Руслана Шуков и Татьяна Потоцкая. В начале выпуска коротко о главных его темах. Знакомые все лица, серьезные разговоры, масштабные планы. Николай Меркушкин поставил задачи Константину Титову. Больше, дешевле, эффективнее. Губернатор наградил лучших работников сельского хозяйства и определил приоритеты развития отрасли на годы вперед. Пообещали не подвезти, не замерзнуть и достойно встретить зиму. Самарские энергетики отчитались о подготовке к холодам. Миллион не главное. Почему молодые талантливые в белых халатах предпочитают городу-деревню? Еще одна Самара. На гастролях в столице 63-го региона алжирская львица родила маленькую принцессу, которую назвали в честь города на Волге. Николай Меркушкин во время личной встречи поставил задачи Константину Титову. Напомним, накануне постановлением губернатора сенатору продлили полномочия. Глава региона подчеркнул, что сейчас, когда Минрегионразвития выстраивает новую систему, необходимо сосредоточиться на ее понимании. Надеюсь, что смогу быть полезным. С учетом опыта вашего, там общая работа еще как-то в том составе Советерации, где вместе были, я помню, и последние пять лет вот этих. Я знаю оценки и Материенко Леникина Ивановна, и не только Материенко, коллег ваших, что вы там очень активны и полезны. Может быть, сейчас хотелось бы более предметно позаниматься вопросами, связанными региональных программ на федеральном уровне. Это вам очень хорошо известна область. Это и все там, скажем, вся кухня работает на федеральном уровне. Николай Меркушкин также отметил, что некоторые профильные региональные проекты будут свернуты, в том числе в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ. И сейчас рассматривается вопрос о запуске комплексных региональных программ. Задача сенатора – правильно понять их идеологию, как и в каком объеме Самарская область может в них вписаться. Неформальную встречу с бывшими руководителями города и области провел Николай Меркушкин накануне. В режиме открытого диалога за праздничным столом говорили более трех часов. На разные темы о прошлом и будущем Самаре, развитии промышленности и благоустройстве. О чем поспорили и в чем согласились в нашем материале. Те, кто занимал ключевые посты в регионе в 80-х, 90-х и нынешний губернатор – за праздничным столом. Мы хотели, чтобы в этот день были вы здесь, посмотрели друг на друга. Нам очень важно сформировать на самом деле здоровое ядро, здоровое, которое ответственно относилось к тому, что должно делаться сегодня ради области, города. А для этого сформировать, чтобы это на самом деле нужна и поддержка, и нужно разных слоев, и прежде всего людей, которые имеют большой жизненный опыт. Здесь говорят о связи поколений, прошлом и будущем Самары и не только. Каждое о своем. Александр Воронин о нефтехимии. Переработка нефти достигала до 40 миллионов тонн нефти в год. Добыча – 36 миллионов тонн в год. Сегодня добыча составляет где-то около 12 миллионов тонн. Да, это не вина нефтянников. Ресурсы матушка земляне не может больше дать. Надо посмотреть и на другие ресурсы в области. Чапаевск, Тольятти. Единственный завод был в Советском Союзе по производству фосфорных минеральных удобрений. Речь шла и о промышленном потенциале области, о состоянии сельского хозяйства и о благоустройстве. Николай Меркушкин отметил, у самарцев очень развито чувство патриотизма. Но при этом не стоит обижаться на слова Валентина Матвиенко. Во время недавнего визита в 63-й регион председатель Совета Федерации довольно резко высказывался о состоянии города. Патриотическое чувство, без этого чувства, которое вы высказываете, без этого невозможно. Это может быть основа снов. И у самарцев оно есть, это самое главное. Встреча продлилась более трех часов, говорили подробно и обо всем. Вспоминали историю Куйбышева и снова согласились в одном. Самара должна вернуть себе статус третьей столицы. Также глава региона отметил, в ближайшие несколько лет предстоит серьезная работа по подготовке к чемпионату мира 2018. Обсудили итоги форума народного единства. Его провели в области впервые, накануне праздника. Напоследок губернатор пообещал, такие встречи станут регулярными. Татьяна Потоцкая, Андрей Кривопалов, Новости губернии. Энергетики объявили готовность к предстоящим холодам. В Доме правительства прошло заседание штаба по безопасности электроснабжения. Руководители предприятия отчитались. В уходящем году они получили новую технику, заменили старое оборудование, пополнили аварийные запасы электроматериалов. Подготовились и к чрезвычайным ситуациям. Заключили договоры на оказание услуг в случае аварии. Также сформировали отдельные бригады специалистов и уже провели учения. К сезону холодов в порядок привели бюджет, оплатили долги. Мы провели с вами достаточно хорошую, большую работу. И за последний месяц оплатили порядка 600 миллионов. И принципиально все долги, бюджеты и прочее, прочее мы закрыли. Очень тяжело закрывались, уже отмечали по Октябрьскому, по Ововскому району. 30 литров молока в день с одной коровой. И так круглый год. Миф или реальность? И на какие рекорды способны в области сегодня? В неформальной обстановке лучшие труженики села получили награды от губернатора. А затем вместе обсудили перспективы развития отрасли. Глава региона обозначил приоритеты. Улучшать показатели, поддерживать семейные фермы и другие инициативы сельчан. И достойно выйти на международный рынок. Подробности далее. Больше, дешевле, эффективнее. О приоритетах и перспективах говорят в неформальной обстановке. Самых достойных представителей отрасли пригласили на обед. Всего собралось около тысячи человек. В торжественной обстановке агрария региона отметили День работника сельского хозяйства. И получили награды от губернатора. Люди, работающие и живущие в не селе, это точно особенные люди. Это самые, может быть, благодарные, это самые порядочные, это самые отзывчивые, это, наверное, самые дружные. Люди, которые самые чистые. Люди, на которых держится, может быть, громко будет сказано, но наша страна... Глава региона отметил, сейчас сельское хозяйство области, хоть и с низкого старта, но все-таки начинает активное движение вперед. Пока по Поволжью 63-й регион среди отстающих, но перспективы есть. Значительная господдержка, развитие семейных ферм, обновление техники. Уже удалось на 15% увеличить производство молока и на 10% мяса. Практически всю жизнь, уже 30 лет где-то в сельском хозяйстве, в животноводстве, накормление животных, добиваемся надой молока высшего качества. Сейчас построили новый Новольский комплекс, сейчас строите вторая партия еще на 1000 голов. В Исоклинском районе тоже осваивают новые технологии и новые направления. Вот в этом году мы экспериментально посеяли нут, на следующий год запланируем побольше посеять. Насколько семена хватит, все посеим. Говорили о достижениях и о будущем. В пример губернатор ставит европейский опыт. 30 литров молока с одной коровы в день, круглый год. В идеале производительность и в самарских хозяйствах нужно довести до таких показателей. И сделать это предстоит в ближайшее время, чтобы достойно конкурировать на международном рынке. Татьяна Потоцкая, Александр Дмитриев, Новости губерния. Закончил вуз в городе, вернулся работать в село. Еще недавно такую ситуацию сложно было представить. Однако только в Самарской области за год на такое решились около сотни специалистов. Многие из них почти без опыта вспоминают традиции земской медицины. Что мотивирует городскую интеллигенцию становиться уездными докторами, узнала Нина Ванина. Стационар для села, хотя и самого большого в России, немаленький. 250 человек и еще поликлиника. Не то, чтобы о дефиците кадров тут совсем забыли, но в Самару пациентов направляют в крайних случаях. 2012 год для Кенель-Черкасского здравоохранения стал переломным. За последний год к нам приехало и трудоустроилось 14 молодых специалистов. Причем специальности очень востребованные. Три хирурга, анестезиолог, офтальмолог, психиатр, врач-невролог, терапевты, педиатры. Едва закончившие медицинский вуз и ординатуру, этим врачам нет и 30 лет. К их советам пациенты прислушиваются, все требования выполняют. Доктора в селе всегда были в авторитете. Возвращением традиций земской медицины способствует и государство. В частности, меры социальной поддержки предоставляются медицинским специалистам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания высшего учебного заведения или переехавшим из другого населенного пункта, в сельский населенный пункт. Данная выплата осуществляется из расчета 1 миллион рублей на одного медицинского специалиста. В настоящее время получили данную выплату 95 молодых специалистов-врачей. Не только терапевты и хирурги. В Кенель-Черкассах больницы укомплектованы и узкими специалистами. Новый кабинет, стол, стул и знания в голове. Необходимые минимум, чтобы стать доктором, уважаемым на селе человеком. Все радости жизни только и нужно было отказаться от городской суеты и переехать в Кенель-Черкассы. А это уже приятный бонус. Служебная трехкомнатная квартира. Пока положенный по закону миллион лежит в банке, молодой специалист работает и живет в комфортных условиях. Для того, чтобы стать хорошим врачом, нужно сначала пройти практику села. То есть приемное отделение, амбулаторно-поликлиническое звено. А потом уже в последующем, может быть, когда-нибудь мы и переберемся в город. Но пока все устраивает здесь. Все настолько отлично, что даже ни капли не пожалела о том, что именно выбрала Кенель-Черкасс. В 2013 году в Кенель-Черкассской больнице появится еще два молодых специалиста – отоларинголог и фтизиатор. Нина Ванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Кенель-Черкасский район. За заслуги перед супругой. В Чапаевске прошел шестой ежегодный фестиваль «Отец. Отчество. Отечество», приуроченный к Международному дню мужчин. Самые достойные получили награды от областного министерства социально-демографической и семейной политики. Трудно ли быть папой? Выяснил Иван Попов. В семье Петрушиных четверо детей. Старшей дочери 21 год, младшему сыну 4. Глава этой дружины Виталий, машинист на нефтеперерабатывающем заводе, успевает не только заниматься воспитанием детей, но и спортом. Говорит, что главное для отца большого семейства – терпение, трудолюбие и любовь к детям. Ну и без взаимовыручки никуда. Мы занимаемся, и друг другу помогают дети. Старший помогает младшему, а младший тоже помогает старшему. Ну, что-нибудь подрисовать в тетрадях или там в учебниках. Ну, то есть есть вот такая. Ну, так все друг другу помогаем, стараемся. Свою награду сегодня уносит домой не только семья Петрушиных. Экспертный совет, рассмотрев около ста заявок на конкурс, поступивших со всей области, выбрал 38 лучших. Самые достойные отцы региона награждены знаком во славу отцовства. Среди них главы многодетных семейств, воспитывающие приемных детей, отцы-одиночки и мужчины, участвовавшие в спасении детей. Почетный трофей заслуженные папаши принимают из рук министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимоновой. Когда изменились подходы, например, к ведению беременности, когда мы стали говорить, не беременная женщина, а беременная семья, когда папы стали участвовать в процессе родов, и они присутствуют на родах, помогают маме, принимают сразу ребенка, партнерские роды проводят. Такой папа своего ребенка уже никогда не бросит. Независимо от того, как у него сложится отношение с мамой, это очень важно и очень ценно на самом деле. Некоторые из победителей не смогли приехать на фестиваль. Награды принимают и вторые половины. Ирина Евсеева, мать четверых детей, вместе со своим мужем Владимиром собирается взять приемного сына или дочку. Она рассказывает о том, какой нелегкий труд быть женой героического отца. Ему приходится постоянно работать, его часто дома не бывает. Дети скучают иногда, ждут папу, бегут. Папа слушает, как папа дверь открывает, значит, они сразу бегут, встречают его. Иногда спать не ложатся, ждут, чтобы вместе за стол сесть, поужинать. В Самарской области на сегодня порядка 13 тысяч многодетных семей. 20 тысяч матерей воспитывают детей без мужей. Отец-одиночка – птица редкая, всего около 100 человек на губернию, поэтому и заслуживает особого внимания. По словам организаторов фестиваля, самые достойные будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе отцов. Иван Попов, Александр Ерофеев, Новости губернии, Чапаевск. Окружной Селигер 2013 пройдет в Самарской области. Такое решение приняли на совещание руководителей госорганов по делам молодежи в Нижнем Новгороде. По поручению президента, начиная с следующего года, аналоги Всероссийского молодежного форума будут проходить в каждом федеральном округе. В каждом примут участие несколько тысяч человек. Поволжский Селигер откроется ориентировочно в июне и продлится 10 дней. Ожидаются гости из правительства страны, Госдумы и Совета Федерации. Сейчас в регионе формируют оргкомитет по подготовке. С местом пока не определились, не исключено, что это будут Федоровские луга или Мострюковские озера. Бои по правилам в эти дни проходят в Тольятти. В регионе стартовала Спартакиада – непобедимая держава. Около трех тысяч начинающих единоборцев приехали со всей России. Соревноваться будут в 20 видах боевых искусств. О том, как с малых лет учат давать сдачи и не лезть в драку первым, расскажет Екатерина Деменчук. Побеждают соперника и собственные страхи. Вне детский спорт их отдают в 5-6-летнем возрасте. Говорят, здесь главное не сила удара, а техника исполнения и внутренний настрой. И пословица «в здоровом теле, здоровый дух» тоже про них. Единоборство – это способ мыслить, в принципе. И эти дисциплины, они дают значительно больше, чем просто физическую подготовку. И духовную, и интеллектуальную подготовку. Потому что в единоборствах надо уметь думать, и думать очень быстро. На татаме встречаются начинающие бойцы со всей России. Олимпийские дисциплины соседствуют с шашками. Соревнования по айкидо, например, проходят впервые в истории. Для этого здесь специально разработали свод правил. Больше 20 видов боевых искусств под одной крышей. Боевые искусства едины. Потому что они, прежде всего, развивают в человеке его внутренние качества. Это его дух, его отношение к жизни. Это уважительное отношение к окружающим. А не только придают ему какие-то физически исключительные качества. В свое время еще несколько десятков, можно так сказать, лет тому назад, это было одно каратэ. Это вызывало очень большой интерес. Потом все разбежались. Появилось много версий и каратэ, много версий тэйквондо, ушу и так далее. А сейчас, видимо, время разбрасывать камни, время собирать камни. Завершится боевая спорта-киада показательными выступлениями. Закрывать соревнования будут звезды мирового спорта. Ждут приезда чемпиона мира по боям без правил Сергея Харитонова. Екатерина Деменчук, Борис Кислицын. Новости губернии Тольятти. Красные крылья приняли вызов. Самарский клуб с победы стартовал на групповом этапе европейского баскетбольного турнира Евро-челлендж. На домашнем паркете команда Сергея Базаревича переиграла кипрский Керавнас 79-74. И хотя по ходу матча красные крылья не всегда выглядели убедительно, первые турнирные очки завоеваны. Результат встречи во многом предопределила третья четверть, выигранная крыльями с явным преимуществом. Помимо Керавнаса в нашей подгруппе играют команды из Румынии и Финляндии. Групповой этап завершится 11 декабря. Два сильнейших клуба пройдут в следующий раунд Кубка Вызова. Когда ты должен выиграть, обязан выиграть, на тебя это слишком сильно давит. Это была первая игра. Надеюсь, что дальше будет лучше. Принцесса Самара, первую львицу, родившуюся в областной столице, назвали в честь города на Волге. Девочка появилась на свет в ночь седьмого на восьмое ноября. Ей уже прочит большое будущее на арене, ведь мама – алжирская львица Марта, звезда советского цирка и, между прочим, благородных кровей. Ирина Трофимова поздравила артистку с пополнением. Звезда номера – империя львиц. Алжирская дикая кошка по имени Марта. Однажды прямо на гастролях в Эрриаде ее подарили дрессировщику Виталию Смоленец. Король Саудовской Аравии после представления молча вышел из зала. А спустя время… Вышла военная охрана, оцепили цирк. И пришел его посыльный и попросил принять подарок от короля Саудовской Аравии. И из грузовика выгрузили нам ящик с молодой Мартой. Попросили только об одном. Когда львица даст первое потомство – назвать его именем города, в котором это произойдет. Собираясь на гастроли в Самару, сотрудники цирка уже готовились к прибавлению. В ночь с 7 на 8 ноября котенок появился на свет. Девочку, как и обещали, назвали Самарой. Котенок чувствует хорошо, скажем, чисто рефлекторно. То есть там уже через три часа просил покушать. Лежит на грелке. Как бы уже температуру чувствует с горячей грелки, уже на холодной грелке переползает. Сейчас пока осмотрели. Маму с малышкой сразу же разлучили. К первому потомству львицы относятся халатно. Поэтому сейчас в этом ей помогают сотрудники цирка. Молодая мама чувствует себя прекрасно. Декретного отпуска у Марты не будет. В скором времени ее выпустят на арену, где она продолжит участие в представлении. По преданиям, лев, родившийся в городе, принесет его жителям удачу и благополучие. Ирина Трофимова, Виктор Соколов. Новости губернии. И на этом у нас все новости. Всего доброго и до свидания. Новости губернии. На севере области плюс 5, плюс 8. В западной и южной части региона 6-10 градусов выше нуля. На востоке плюс 9, плюс 10. В Самаре температура ночью 4-6 градусов тепла. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Днем в Самаре и Тольятти плюс 9, плюс 10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин